Уважаемые любители рок-музыки, добрый вечер! Я уверен, что он будет добрым. И сегодня мы продолжаем нашу, будем говорить, инспекцию пункта общепита местного отеля. Сегодня мы записались в рыдный ресторан, который называется Сарпедон. Вот туда мы идем, а у нас тут уже встречают музыканты. Они же узнали, что рок-звезда из России приехала, поэтому музыка теперь везде здесь. Пойдемте. Rock'n'roll forever, мужики! Привет из России! Наши люди! Уважаемые любители рок-музыки, тут наши люди. Видите, а ну-ка? Heavy metal. Молодцы, мужики, хорошо. Пойдемте. Мы пошли рубать. Как дела? Nice to see you. How are you? How are you? А сегодня вы здесь? Елена Ивановна, нас встречают наши старые друзья. Уважаемые любители рок-музыки, мы тут уже подружились с людьми, с хорошими. Они сегодня нам опять будут угощать нас вкуснятина, только уже рыбными. А ну пойдем. Пойдемте, уважаемые любители рок-музыки. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Всем привет, руководила фаррелла. Уважаемые любители рок-музыки, нас будут обслуживать лучшие люди этого ресторана, лучшие, которые умеют говорить на русском языке. Вот так вот. Вот уважение Коя. Видите, лучи Коя сда оказались. Спасибо. Повел. Султан Сулейман, великолепный. А что, не поход? Уважаемый любитель рок-музыки, но здесь вообще не заставляют долго ждать. Сразу закусочки. И мы начнем пробовать. Мы не будем тянуть, да? Сынок, мы не будем тянуть? Не будем. Мы точно так же будем поступать на концертах. Мы никогда не будем тянуть кота за хвост, а будем начинать сразу рубить. Вот так. Правильно? Пожалуйста. Молчит. Спасибо. Мне, пожалуйста, креветки с чесноком. Да, креветки. И сделайте мне, пожалуйста, филе лосося. Кофе попозже. Так, конечно. Спасибо. Уважаемый любитель рок-музыки, меня радует гостеприимство этого рыбного ресторана. Обратите внимание на разнообразие закусок, стартеров. Перечислю, что нам принесли. Начну справа. Это турецкий сыр тулум. Ну, что-то среднее, между брынзой и адыгейским. Это острый йогурт. Видите, с каким-то ягодкой. Ну, это понятно, помидоры, маслиные оливки. Это, опять-таки, сыр с какими-то орешками. Вот это тунец. Ну, они называют его лакедра. Вот это баклажаны под сыром с помидорами. Это морские водоросли, опять-таки, с сыром. И ливанский хумус, так называемый. Вот сейчас будем все пробовать. Ну, и хлеб. Панини. Панини. Хлеб Панини. Подсказал. Студент Института международного отношения подсказал мне. Я начну с правого края. Похоже на брынзу. Брынза, она все-таки такая наздреватая. Это паста обратная. Но вкус тот же. Такой солоновато, сырный. Хороший. Пробую йогурт. Сказали, что острый. Будь осторожна, говорят. Сейчас попробую. Они же не знают, что я люблю острый. Поэтому, говорят, будь осторожен. Я хотел им ответить, будьте сами осторожны, когда общаетесь с ним. Но промолчал. Великолепный йогурт. Действительно острый. Щиплет за язык. Насыщен чесноком. Мне понравилось. Но там чили-соус четко. Потому что обжигает. Вкусно. Иду дальше. Против часовой стрелки. Помидорчики. Не испортили ли? Самые лучшие помидоры, которые я ел. Начиная с Ташкента. Потом азербайджарские с пупырышками. Херсонские, которые по сленам пахнут. Под солнцем палящим и вызревшие. Они сладковаты на вкус. Эти нейтральные. Не кислые, не сладкие, нейтральные. Потому что их водой насыщают. Они тепличные в основном. Здесь это очень хорошо развито. Потом помидоры так себе. Но меня дополняет наш знаменитый режиссер и продюсер. Что еще очень вкусные помидоры в Минусинске. Как это ни странно. Хотя это вроде бы Красноярский край, Сибирь. Там должно быть холодно. И там холодно реально. Там лето короткое. Но помидоры успевают вызреть. Более того. Там в Минусинске проводят даже конкурсы. На то, кто вырастет самый крупный помидор. И победителю обычно дарит автомобиль жигули. Они там выращивают огромные, килограммовые помидоры. Пробовал. Действительно вкусные. Такие мясистые крупные помидоры. Пробую оливки. Видите, трех видов. Зеленые, желтенькие и маслиные черненькие. Ну что мне нравится у них. Они не красят их. Они естественного цвета. И значит они маринуются в естественном соку. В маринане. Разница в цвете. Ну, черные понятно. Это более созревшие. Зеленые еще не так поспевшие. Видите, они коричневатые. Потому что они не крашеные. Крашеные, не черные. Но я больше всего люблю маслины, конечно. Черного цвета, которые. Они все называют оливками. Но мы разделяем. Это маслины по-русски. Люблю более поспевшие. Вкусные, хорошие. Это каждого разного вкуса. Молодцы. Вот так. Разнообразие. Глядя на вот это только всего лишь навсего закуску. Это разнообразие. Мне, конечно же, набивается тост. За то, чтобы мир был щедр к нам. И дарил нам разнообразную еду. И разнообразное удовольствие. Вот так вот. Но мы с этим, чтобы не перебарщивали. С удовольствием. Мы помнили меру. Поэтому давайте. За разнообразие того, что у нас на столе. Уважаемые любители музыки, продолжаем. Овечий сыр с орехами. Вкусно. Я не любитель овечего сыра. Но вкусно. Хорошо. Оттеняет так. Пробуем водоросли. Какой-то абсолютно нейтральный вкус. Не горький, не кислый, не соленый. Пресный какой-то. Ну, пахучезы. Вот это фаршированный цветок кабачка. Видите, вот его донышко. Я чуть-чуть. Хочу понять, чем он зафаршированный. Правильно? Он зафарширован каким-то отварным рисом. Все в каком-то соусе. Коричневый становится. Ну, оригинально. Я бы не сказал, что это так. А, ну, оригинально. Нормально. Пробуем хумус. Ливанский. Я думаю, что его надо с хлебом. Да. Очень хорошо сделано. Вот мы были в Арабских Эмиратах. Там был ливанский ресторан. Здесь вкуснее. Классный хумус. Вот реально очень хороший хумус. Нам осталось попробовать две закуски. Это баклажаны. Повторюсь, под помидорами и сыром. Баклажаны, вы знаете. Это мои любимые овощи. Хумус пять баллов. Баклажаны пять баллов. Вот такие. Вместе с сыром, с помидорами. Как-то они замаринованы. Очень хорошо приготовлены. Очень вкусно. Ну, и пробуем лакедру. Теперь у него русский язык. Тунец. Очень хорошо замаринованы. Очень вкусно. Ну, все. Отпробовали закусочки. Уважаемые любители рок-музыки. Ну, мое опробование закусок. Нужно обязательно завершить тостом. Вы же понимаете. И я хочу сказать опять-таки. Мы находимся на Средиземном море. А здесь блюда как раз представлены разных народов в Средиземном море. Ливанский хумус. Турецкие там всякие блюда. Греческие масляные оливки. Ну, вот в общем, все средиземноморское. Я, знаете, чему удивляюсь? Что тут столько стран вокруг Средиземного моря. А всю рыбу еще никак не выловили. Мне интересно, у них есть квоты на вылов всяких рыб. Наверное, и есть все-таки. По-странному. Ну, а выпить хочу. Чтобы вот это средиземноморское богатство, вот эти средиземноморские страны, жили в мире и согласии. Вот за вот это я хочу выпить. И мы вместе с ними. Уважаемый любитель рок-музыки, ну и в продолжении тоста своего о дружбе народов, населяющих Средиземное море, я, сидя рядом со студентом Института международных отношений, хочу повспоминать, а сколько же там народов вокруг Средиземного моря живет. Если я ошибусь, то меня поправят. Креветки мне давайте. Да, пожалуйста. Уважаемый любитель рок-музыки, ну, не слегка прервали, принесли горячие закуски, но все равно я хочу продолжить. Про страны, которые окружают Средиземное море. Ну и себя проверить, и вам напомнить. Потому что многие уже и забыли, как карта выигры политического мира. Начну с Африки. Насколько я помню, пять африканских стран выходят на Средиземное море. Начнем оттуда. Марокко, Алжир, потом Тунис, потом Ливия и Египет. А когда мы были на юге Испании, отдыхали там на пляже, я смотрю, взгляд ли какая-то полоска. Я не мог понять, что это такое. Что там за полоска? Я думал, что какая-то линия электропередача, вроде далеко, ничего, не мог понять, что такое. А потом нам говорят, так это же Марокко видно с той стороны. Оно близко подходит, там рядом с Гибралтаром. Вот. Это то, что в Африке. Ну, а в Европе ну, в сам Гибралтар, то есть колония британская. Потом дальше Испания, Франция, Италия. В самом море Мальта. И после Италии пошли развалины Югославии. Словения, Хорватия, Босния и Герцоговина, Албания и Черногория. Потом Греция. А после Греции уже начинается Турция. Ну, и остров Кипр, тоже Кипрская республика. Это уже посредине Средиземного моря. Ну, а после Турции начинается еще Сирия, Ливан и Израиль. Ну, вот все. Я, по-моему, перечислил все. Поэтому давайте еще раз загубим за дружбу средиземноморских народов. А мы сейчас тоже уже практически средиземноморцы. У нас уже военная база в Тартусе, в Сирии. Мы уже свои здесь. Давайте. Уважаемые любители рук музыки, мне принесли горячую закусочку. Они сказали, что это креветки с чесноком, запеченные в горшочке. Это у них так горшочек называется. Запомните, как у нас там Бендер. А кто скажет, что это девочка, пусть бросит меня в камень. Ну, а что, я горшочек. Пробуем. Слушайте, а вкус? Мне нравится. Очень хорошая горячая закуска. Креветки хорошо приготовлены, не жесткие. Во рту рассыпаются, хорошо. Вкусно. Вот еще одна закусочка. Называется борег с морепродуктами. То есть такое легкое тесто, а там внутри всякие морепродукты. Сейчас будем пробовать. Но порассуждать я хочу на какую тему. Вот мы последний месяц путешествуем по морям, по океанам. Пытались начать с Владивостока, но не долетели. Но зато мы прилетели на Камчатку. Но рассказать я хочу не об этом. А о том, что там мы купались в воде на Тихом океане в 9 градусов Цельсия тепла. Здесь вода в среднем 29-30 градусов тепла. И там, и там даже никакого, знаете, не было ощущения заболеваемости. Ну, здесь-то понятно, 30 градусов тепла, но не заболеешься. Но там плюс 9. А все равно, выходишь нормально, абсолютно чувствуешь, все нормально. А вот здесь, из номера, у нас выход прямо в бассейн, который хлорирован. И там тень из домов падает из-за стен. И вода там прям студеная. Она не холодная, но она какая-то студеная. Заболеть 5 секунд. То есть, представьте разницу. То есть, в живой воде, даже в 9-градусных плюсах, нормально себя чувствуешь. А это мертвая вода. Она по-опасному. Поэтому хочу выпить за то, чтобы мы всегда пользовались живым чем-то, живой водой, живой музыкой. И вот так вот. Меня, конечно, сейчас хейтеры вызывают, а у тебя там все студийное. Не, ребят, она все равно живая, потому что я вкладываю свою душу. Поэтому давайте за все живое, что присутствует в нашей жизни и делает нас живыми существами. По-настоящему живыми, открытыми к миру и к жизни, которые энергично воспевают этот мир. Вот так бы я сказал. Давайте. Пробуем барек с морепродуктами. Вкусное блюдо. Хочу с чем-то сравнить. Он мне напоминает, знаете, хорошо приготовленный чебурек. Когда сверху хрустящее тесто, а внутри мясо. А тут хрустящее тесто, а внутри морепродукты. Вкусно. Тут вкусно. Хорошо сделано. Хорошая. Барек с морепродуктами. Я такого не слышал. Чисто турецкое блюдо. А видите, ассоциация-то у меня не просто так с чебуреком возникла. Барек-чебурек. То есть наверняка она и есть какая-то связь. Потому что чебурек это тоже восточное блюдо. Пришла пора пробовать основное блюдо. Я был традиционен и заказал себе лосося. Потому что я знаю, что там нет костей. Его удобно есть. Пусть его ковыривать не надо, как и закунеет всяких. И скарпов. Поэтому я заказал себе лососика. Средиземноморского. Я надеюсь, что он средиземноморский. Потому что в основном это северные страны. Практикуются на их выращивании. Попробую. Хорошо приготовили. Традиционно. Вот так бы я опять-таки сказал. Я поступил традиционно. И они в ответ поступили точно так же. То есть приготовлено так, как его готовят везде. Попробую приправы. Может они как-то отразнообразят вкус. Не отразнообразили. Точно так же, как и везде. Обычное блюдо. Абсолютно. На четверочку. Твердую. Но. У меня возник тост. Здесь наш отдых очень насыщен всякими событиями и мероприятиями. И сегодня два участника группы Волчука СД. Клавичница младшая и барабанщик. Совершили небольшой подвиг. Они поднялись на парапланах на высоту 2 километра. И полетали там чуть-чуть. Такой вот вид спорта. Параглайдинг. Они правда были с инструкторами. Но тем не менее. Они поднялись на 2 километра и спустились. Вот это мне нравится. Поэтому хочу выпить за смелость. За самое главное. Человеческое качество. Кто-то может быть со мной поспорит. А про любовь у нас утром. Ребята, смелость. Без смелости и любви не бывает. Поэтому я рад. Что мои дети. Участники рок-группы Волчука СД. Становятся смелыми людьми. Давайте. За смелость. Чтобы это было неотъемлемым нашим качеством человеческим. Уважаемые любители рук музыки. Но вернусь к традиционности приготовления. У нас приготовили оно обычное. Более того. Ну тут с краю оно сухое. Внутри чуть посочнее. Какое? Стандартное. Обычное. Я спрашиваю. А чем оно хорошо? Задал вопрос барабанчику. Он говорит. Не знаю. А наш гениальный режиссер и продюсер читает мои мысли. Чем оно хорошо? А тем, что не объешься. Я его есть не буду дальше. Не потому, что невкусно. А потому, что я немножко разбалываю, товарищ. Гурманством своим. И походу по ресторанам я не буду это есть. Не обижаю. Хорошо. Твердая, четверка. Все нормально. Но не объешься. Вот это вот. Напрашивается тост. Что давайте будем есть только тогда, когда нам хочется есть. А не тогда, когда глаза разбегаются. И ешь, и ешь. И доестся не может. Я на этот случай расскажу вам один интересный анекдот. Вот такой. Даже не анекдот. Такая бынь. Когда в 90-е годы заря капитализма начала восходить. Вокруг нищета. А иностранцы приглашали всяких корреспондентов, всяких людей. К себе в посольство. Там проводили с ними беседы. Всякие устраивали фуршеты. Приглашали туда всяких предпринимателей. И однажды приходит эта вечеринка. Голодная Россия. Начало 90-х годов. Жрать-то нечего. И все там набирают этот шведский стол. Едят, едят. А один интеллигент не ест. Он такой взял себе за шпажкой. Такой интеллигент. Бизнесмен какой-то там набирает жратлые. Говорит, а ты что не ешь-то? А он говорит, я ем только тогда, когда мне хочется. А бизнесмен ему, ну ты прям как животное какое. Я вот хочу выпить за то, чтобы мы были хорошими животными. Ели только тогда, когда нам хочется. И не обжирались. Вот за вот это. Уважаемый любитель рок-музыки. Ну вот пока вы отдыхали, а мы тут сидели, работали, ели. А потом вам рассказывали это все. У нас произошел философский спор. Все-таки, а что лучше быть, оптимистом или пессимистом? Вы рассказывали с разной точки зрения. Некоторые говорят, что лучше быть реалистом, а мне тем не другие. Но все равно мы потом склонили все участники рок-группы, что все-таки лучше быть оптимистом. Потому что когда оптимист говорит, что жизнь прекрасна и удивительна, то это правдиво он говорит. А я знал людей, которые говорили это заученной фразой. И сам пессимист смотрит на мир умирающими лозами и заученную фразу. Жизнь прекрасна и удивительна. А это хан же строжит, это обман публики. И это очень опасно для музыкантов. Потому что самая главная задача любого художника, любого творца, будь это архитектор, художник, литератор, быть честным перед самим собой. Поэтому я все-таки хочу поднять тост за оптимистов. В музыке, в рок-музыке. То есть за рок-группу Волочука, которые общим собранием приняли решение, что все-таки лучше быть оптимистом. Уважаемый любитель рок-музыки, но так как я совершил плохой поступок, отказался от еды, то с точки зрения моего гениального продюсера и режиссера это наоборот прекрасный поступок. И она меня поощрила. Разрешила мне съесть турецкие сладости вместе с кофе. С контрольной закупкой. Какие сладости? Халва это мой любимый с детства. У нас один мужик как-то поспорил, говорит, я килограмм халву могу съесть. Ему дали, купили, дали ему съесть, теперь всю жизнь халву не ест. Я такие эксперименты не устраивал, потому халву я до сих пор очень люблю. Особенно арахисовую или кунжутную. Великолепная халва. Попробую. Что они мне за халву принесли? Меня обманули. Я опять не объемся. Это халва из маны крупы, просыпанная орешками. Но любят они извращаться. У них халва то такая, то такая, то всякая. Я так надеялся, что мне принесут традиционную. Поэтому нет, это я отставляю в сторону и приступаю к мороженому. И контрольная закупочка. Вот она. Проверю, мороженое хоть не испортили. А ну, что-то оно тягучее, котя. Мороженое нормальное. Пробую кофе, чтобы уже поставить оценку этому ресторану. А кофе-то получше, чем в итальянском их ресторанчике. Балбура, который получше. Но на четверку. И общую оценку я этому ставлю ресторану 4 балла. На больше он не тянет. Вот просто не тянет. Уже если у Волощука СД любитель вкусно пожрать и обожраться, отказался от двух блюд, то больше четверки этот ресторан не заслуживает. Но хочу обратить ваше внимание на антураж. Что в том итальянском ресторане, который по меню, минимализм полный. Здесь то же самое. Абсолютно голые стены. Минимализм. Этот отель новый. Я понимаю, что здесь были дизайнеры современные. Может быть, такая тенденция. Но хотя с другой стороны я тоже сторонник минимализма. В том числе и в музыке. Когда минимум инструментов, но каждый инструмент играет свою партию. И когда они переплетаются, получается вот это, та самая полифония. Потому что люди думают, что полифония это только вокал. Нет. Полифония это переплетение любых инструментов. Она может быть не инструментальная, а вокальная. Поэтому, когда переплетаются инструменты, это и есть полифония. Даже если их мало, тогда это звучит красиво. А если толдычишь, ты все время вот долю, а все инструменты выстроены в этажерке, то это не полифония. Вот этот хэви метал поп с шансом. Одно и то же, то рубят, рубят. Поэтому я за стильность хочу выпить. За стильность. За минимализм. Но не за примитивизм. А именно за минимализм. Стильный. Вот за вот это. Уважаемый любитель рок-музыки, я подвергнут критике со стороны моего гениального режиссера и продюсера. Она говорит, а ты же всегда смеялся, истебался над жаргонизмами. Типа там, знаете, приговор, осужденный, полифония. А сам сегодня говоришь, полифония. А по-русски же полифония. Да, по-русски именно полифония. Это правильно, полифония по-русски. Но музыкальный жаргон полифония. Это спесь такая музыкантская вылазит. из музыкантов, чтобы как-то подчеркнуть свою обособленность от других людей. Полифония. Ну, поэтому я так и сказал, полифония подыграл профессиональным музыкантам. Вот так вот, Елена Ивановна, оправдался я или нет? Улыбается. Режиссер улыбается, значит оправдался. Поэтому я хочу поднять еще один тост. За то, чтобы мы уважали и любили свой родной русский язык, говорили правильно, но и уважали в том числе и профессиональный жаргон. Ну, несмотря на то, что в ресторану я поставил 4 балла, официант-то не виноват в этом, правильно? Что 4 балла, а не 4,5 к итальянскому я поставил, там вкуснее было. Я все равно оставляю на чай. Много не оставлю, а 100 тугриков. Статурика в этом переводе на русский язык 1000 рублей. Хорошо парень обслуживался душой, оперативно, быстро. Вот это поднимает авторитет ресторана и баллы. Но я добавлять не буду все равно. Четверочка. Ведно, да? Спасибо. Наши уважаемые любители рок-музыки, не зря я поставил этому ресторану 4 балла. Он выше не заслуживает. Но люди даже не провожают гостей. Ну это подтверждает мою оценку. Пойдемте. Наелись, напились. Идем смотреть концертную программу. Но без этого никак. Мы ж музыканты, поймите. Это для нас как живительная влага. Послушать, как кто-то играет. Пойдемте. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, Истории Иван без цензуры Расскажет рокер Валащу.